Гараж Если у гаража нет кадастрового номера и отсутствуют кадастровые границы, расстраиваться не стоит. Во-первых, можно обратиться за консультацией в кадастровую палату Самарской области. Специалисты ответят на все интересующие вопросы и проконсультируют бесплатно. Помогут с оформлением документов. Сначала нужно узнать, стоит ли этот гараж на кадастровом учете. Для этого целесообразно запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Получив выписку, мы можем узнать, что гараж стоит на учете. Получив уведомление об отсутствии в реестре сведений, необходимо будет поставить его на учет. Для этого требуется обратиться к кадастровому инженеру. Он подготовит технический план, в основании которого гараж будет ставиться на кадастровый учет. Людмила Куковякина купила этот гараж в 1987 году. Единственный документ, который она при этом получила – временное свидетельство. Да и оно было оформлено с ошибкой фамилии Людмилы Федоровны. Решить можно было только через суд. Услуги адвоката Людмиле не понадобились, рассказывает. Документ оформила быстро и без особых затрат. По суду нам сразу же присвоили кадастровый номер. Все, мы успокоились. Счастье. Но позже выяснилось, что это кадастровый номер только на землю. Нужен еще номер и на гараж. Людмила Федоровна решила довести дело до конца. Говорит, в документах порядок нужен. Я узнала, что действует гаражная амнистия, и все это упрощено. И все это можно сделать в одном месте. И хлопот меньше, и ходьбы меньше. Снег растает. Обращусь к кадастровым инженерам. Они сделают обмер гаража, выдадут документы. И тогда обращусь в кадастровую палату. И уже оттуда я получу документы на собственность вот этого строения. Правильно оформленный гараж не снесут в случае застройки территории, на которой он расположен. Особенно важно оформить документы тем, кто планирует распорядиться недвижимостью. Продать, подарить, оставить в наследство. Решительный настрой Людмилы Федоровны довести дело до конца полностью поддерживает зять. Очень важно воспользоваться госпрограммой. Называется гаражная амнистия. Она дает упрощенный порядок оформления гаражей. Надо обязательно, конечно, ими воспользоваться. Чтобы в дальнейшем, если будут на руках все документы, можно вас переоформить. Будет гарантия, что его не снесут. То есть все, это твоя собственность. Под действие амнистии попадают далеко не все гаражи. В первую очередь она предназначена для оформления капитальных построек. Земля под ними может быть предоставлена государством, организацией или гаражным кооперативам. Оформить можно как отдельные капитальные гаражи, так и стоящие в ряд. Важно учитывать, что гараж должен быть создан до введения действия градостроительного кодекса. До декабря 2004 года. Это обязательное требование. Также гараж должен отвечать требованию капитальности. То есть он должен быть прочно связан с землей. И перемещение его бездельно с размерным ущербным значением невозможно. Для того, чтобы оформить право собственности на землю под гаражом, самарцам нужно сначала обратиться в районную администрацию по месту нахождения строения. Там подскажут, какие документы необходимо собрать для предоставления их в МФЦ. Продолжение следует...